Очередной эксцесс. В Улан-Удэ еще один ребенок пострадал от нападения бродячей собаки. Интернет пестрит наводящими ужас новостями о нападении бродячих собак на человека. Самые страшные и трагичные случаи закончились гибелью людей от клыков неуправляемых животных. По мнению некоторых специалистов, бродячие собаки в 10 раз опаснее волков, потому что они не боятся людей. Жительница Шушенского Екатерина Заморина на прошлой неделе столкнулась с агрессией одичавшей своры. Это было где-то в районе часа. Я всегда в это время иду на работу. И вот в этом как раз районе, вот в этом прям данном месте бежали собаки. Откуда они тут выбегали, не знаю, потому что все в принципе огорожено забором. Прямо стая собак, их было 5 штук, со всех двух сторон. То есть я шла, обычно когда мимо собак проходишь, их не задираешь, они тебя не трогают. А здесь прям иду, и они сразу же сходу на меня налетают, кусают все две ноги мне. Я отбиваюсь, там сумка их била, но они меня хорошенечко так покусали, конечно. И я в шоковом вообще состоянии. Завернула за школу, чтобы звонить мужу, чтобы куда-то меня в больницу везти. В больнице Кате оказали необходимую помощь, травмы оказались несерьезными. В госпитализации девушка не нуждалась. Хирург прописал ей антибиотики и курс уколов от бешенства. Раны на ногах уже почти зажили, но панический ужас перед собаками остался. У меня шок, и меня возят на работу. То есть меня на работу с работы возят. Случай с Катей произошел на территории учебного заведения, где каждый день находятся дети. А самостоятельно отбиться маленькому ребенку от собаки практически невозможно. Ушла я однажды с тренировки домой с подружкой. Ну, из угла выбегает вот эта вот собака, и прямо на нас бежит. Ну, мы испугались, закричали. Вот, а потом она подбежала ко мне, на меня запрыгнула, стала тянуть за шарфик. Ну, я ее прогнала, потом подружка начала тоже ее прогонять. Ну, вот мы испугались, кричали. Потом бабушка проходила, помогла, отогнала. Ну, мы так сильно испугались. Первое время, конечно, я ходила с папой в школу. Они все время у нас возле школы. Многочисленные стаи, долгое время обитающие на одном участке, неизбежно начинают доминировать на территорию, которую они считают своей. И агрессия их заметно возрастает. Начинаются более частые облаивания, затем нападения и покусы. Собаки, угрожающие безопасности людей, это проблема, возникшая как ни крути по вине самих жителей. И только системный подход местных властей к решению собачьего вопроса может быть эффективным. На данный момент в администрацию поселка поступило 7 жалоб на агрессивное поведение бездомных псов. Сейчас как раз решается вопрос о том, какая организация в нашем районе будет заниматься отловом беспризорных собак. По информации, которую нам предоставили специалисты Центральной районной больницы, за 2014 год от укусов бродячих собак пострадали 19 человек. А за три месяца текущего года 7 жителей обратились за медицинской помощью. Четверо из них – дети. Мария Парилова, Алексей Кафтерев, программа «Южные горизонты».